Ты верующий? Да, я верующий. А у вас церковь там есть православная? Да. А у вас такая книга дома есть? Нет. А надо достать. Потому что она дает жизнь людям, кто ее считает. Он знает, что Христос умер за него. И живет для Бога. У каждого человека есть столько времени. Его не добавить и не добавить. Да. Если человек в Бога не верит, не родился свыше, он вообще пожалеет, зачем родился. Потому что после смерти будет суд Божий. И одни пойдут в рай, другие в ад. В огонь. А Господь, Отец послал Сына Своего, и Он умер за наши грехи. Христос. И Он может прощать нас. А сколько вам лет? Что, кого? Сколько вам лет? А как ты думаешь? Смотри на меня. Ну, лет 70. 60. 80. Ничего себе. Почти угадал. Мы Бога славим, а Бог принимает хвалу. Он достоин всяческого схваления. Вот я был начальником детского лагеря 45 лет. Я вас, вот этих маленьких ребятишек-то, хорошо знаю. А ты хочешь зайти на наш Ютуб? У нас большой Ютуб. Называется «Восвете Библии». Вот, напиши себе. Это очень большой. 15 тысяч роликов у нас. Напиши «Восвете Библии». «Восвете Библии». И потом рядом напиши «Игнатий Лапкин, АТАЯ», чтобы открылось. «Восвете Библии», «Игнатий Лапкин, АТАЯ», «Игнатий Лапкин, АТАЯ». Что будет, когда мы умрем? А суд Божий будет. Все воскреснут. Об этом написано во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Всем нам надлежит предсадь предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. А не так, что умер, ничего нет». А откуда это узнали? Я назвал книгу из Библии, 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Нет». «То есть там уже невозможно будет умереть, да?» «Там нет, там вечная жизнь. Только они будут в огне мучиться, гореть. Пьяницы, блудники, всякие паразиты, сквернословы. И в раю Царстве Небесном. Те, которые жили по заповеди Божией, бедного накормили, напоили, заботились, жили не для себя, молились, посты соблюдали. Ну, то есть были настоящие истинные христиане. Православные, конечно. Что, не открылось там? Открылось, открылось. Вот. Сколько там у нас подписчиков сегодня? Там невинно? Нет, сейчас слушаю. 35 тысяч. Нет. А просмотров 34 миллиона. Вот если будет желание встретиться в Скайп за людей, Игнатия Лапкина, мы встретимся. У тебя вопросы есть какие? Ну, не знаю, не особо. Ну, вот если... 35 тысяч 865 подписчиков. Ну, вот так. Ну, все тогда, я буду отходить. До свидания. До свидания. С Богом. Ты желаешь поговорить о Божественном, чтобы душу спасти? Можно. У вас такая книга дома есть? У меня немножко другая. Вот я буду называть, когда, если вопрос задавать, я могу назвать книгу, какая глава, чтобы вы могли проверить, посмотреть, так ли это. Послезавтра будет большой праздник. Какой? Пасха. Пасха. А как приветствовать будем друг друга? Иисус воскрес, воистину воскрес. Да, Христос воскрес, воистину воскрес. Да. Да. Потому что Христос умер за наши грехи. И поэтому Он создал церковь, чтобы люди в церкви спасались. Вы можете зайти на наш видеоканал. У нас большой видеоканал, называется «Во свете Библии». У нас там 15 тысяч роликов. Обязательно зайду. Как говорите? Обязательно зайду. Да вы забудете. Вы сейчас напишите «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да. Сейчас запишу. Давайте, запишите. Вы не пожалеете, потому что мы разойдемся, а я останусь с вами. Повторите еще раз. Во свете Библии. Во свете. Свет солнца светит. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Все. Спасибо. Слава тебе, Христе Боже наш. Слава тебе. Хоть один человек не голый, одетый. Сатана всех раздел. Это женщины голыми телами заволокли мозги мужикам. Повалились все, как в обмороке. Это ужасно просто. Содом и Гаморра подвергнутся исчезновению через сожжение огнем. Как было в Ветхом Завете. Базарный недель. Да. Мы уже вот 80 дней здесь и много еще насмотрелись. Мы пришли людям просчитать Евангелие, показать, вот считают они людей или нет. Узнать. Сказать, что послезавтра будет большой праздник. Ничего не знает, дед, скажи мне. Ничего не знает. Ну, ничего не знает. Только знает одно, что ниже пояса. Все обратно. И главное, мужики, головы нету, безголовые сидят или валяются. Ни копейки не стоят. Я говорю, раньше, когда знакомились, старались надеть поприличный костюм, там, погоны, какие у нас и генерал. А тут ничего нет, голая. Шиш, возьми его. Он пришел не для этого. И все время в постели лежа, даже встать неохота. Ясное дело, что пока баба подойдет, я его уже инсульт хватил. Да, да, старина. Надо жить так, чтобы тебя комары кусали. А? Надо так жить, быть где-то в деревне. Вот мы деревню строим, чтобы комары кусали. И тогда сжижение, сгущение крови не будет, никаких тромбов не будет. Я тоже в Бауле живу, сильно. Да. Вот, коровы, морозы, все есть. Клещи даже кусают, то, что я комарик. Люди даже не знают, что Христос умер за их грехи и воскрес. Живут просто, вот, даже скотской нельзя назвать жизни. Как отброс. И ветер дует, там, какую-то бумажку гонит. Так и человек. Человек, это щело, вот это лоб, щело назвать. Щело в век, в вечно с направлено. Название-то какое? Не для одной минуты, чтобы жил здесь. Деньги, деньги. Да деньги, они и название им такое. Деньги, на день, день, день. Деньги. Только на день, день, истратил, и дальше работа иди. Куда копят, не знаю. Надо для Бога стараться найти нуждающегося в нашей помощи. Помочь ему с Богом. Они туда в гроб ничего не заберут. Да, 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 да. Это здорово. Сегодня один мне встретился. Я говорю, какой у тебя рост? Он говорит, метр семьдесят три. Я говорю, у меня метр семьдесят два. Я говорю, у вас какой вес? Он говорит, сто пятьдесят килограмм. Я говорю, у меня шестьдесят пять. Вот считай, насколько ты больше у меня вырос. Вот лежит, как медуза на берегу морском. Чего ж ты так себе позволил-то? Давай я тебя лечить буду. А как? Рот заклеить скотчем. И в день только вечером один сухарик ешь. Да больше шевелись. У тебя через месяц ничего не останется. Такую мамону развалил и лежишь. Да у меня и сын такой, и правда, и сын такой же мордастый. Зачем тебе это надо? Это корм червям ты приготовил, жительница. Ты живи для Бога, будь ловкий, светлый и прозрачный. Тонкий и звонкий. Как я, да, Зарина? Ну да. Для Бога, когда живет человек, у него все идет в норме. Он знает. Вот мы строим православную деревню. У меня три голубятни. В деревне две, в городе одна. И даже еще в комнате держу, в коробке, чтобы они ворковали. Люди ничем не нуждаются. Ничем. Все время вот разговариваешь, и пьют, и едят. Я говорю, как вам не стыдно? Вот где бы они встретились, все время пьют, и едят. Я говорю, а почему пьете? Не знаю. Так я знаю. Блудный огонь горит, ты его заливать пытаешься, пока баба не пришла. Что тебе? Я расскажу тебе. Тут как-то куча собрались мусульмане. Напротив. Я говорю, а вы-то что тут торчите? Ну вот познакомиться. Что знакомиться? Разговаривать-то по-русски не умеешь. Что ты? Я говорю, у тебя дома разрешено четыре жены иметь, и за каждую колым платить. А тут ты зашел, сорок четыре, голый дар, вот ты и пришел сюда, жеребец весенний. Ха-ха-ха, так не ха-ха-ха, еще в аду придется мучиться. Это очень дорогое удовольствие. А там ничего нет, кроме гноя и вони, и жизнь свою отдает. А ты женись, повенчайся, законные дети будут, работают, у тебя все по-другому будет, жена тебе в радость будет. А это что она, зараза сифиличишная, и ты лезешь к ней? Срам один. Начнешь говорить, я говорю, запиши наш YouTube-канал у нас, называется «Восвете Библии». Сидите, я говорю, ничего не записываешь. Я запомню, я говорю, если ты здесь сидишь, у тебя памяти ничего нету. Самый главный враг, это компьютерные игры, это они на втором месте, на первом блуд. Блуд проедает мозги. А ты блудник, у тебя ничего памяти нет. Как нет? Я говорю, скажи, что я тебе говорил до этого, как? Рот развинулся, сидит. Я говорю, «Восвете Библии» называется, Игнатий Лапкин. Четыре слова, тебе не запомнить. Запомню. Маленько поговорили, я говорю, у нас еще сайт есть, поставить. Как название? Ничего не помнит. Говорю, а мусульмане, ой, а у нас книга другая. Я говорю, какая? Может, вот эта вот у тебя книга другая? Ну да. Я говорю, тогда считай, что написано. Ни один не может. Я говорю, тут написано Коран, а тут не может прочитать Баран. Коран, да. Ну ты маленько-то считай. Чего ты ничего не считаешь-то? Не знаю. Я говорю, а я книгу должен эту знать. Я написал целый том про Коран. Все суры аяты в сравнении с Библией. Что о мусульманах было сказано за 1300 лет. Как же ты свою религию не знаешь? Надо знать. Потому что по вашей вере, я говорю, вам тоже не разрешается пакости делать-то. И там уважение к старшим, все есть. А вы материтесь. Я говорю, зачем же это? Но я маленько их стыжу. Правильно, правильно. И каждая своя жизнь, каждый будет сам. Надо, чтобы люди знали волю Божию, жили для Бога. И тогда все на месте становится. На душе легко, радостно. Лег спать, сразу заснул. А когда кого-то обидел, вот ворочается. У меня сна не было. Сна не было, днем не ложись. Конечно, ты ночью не спал, и днем дрыхнешь лежит. Я их поднимаю. Ты лежишь, у тебя кровь-то вся течет к мозгам. А раз не шевелишься, движение слабое. Вот тебе и тромб. Тромб сунул тебе, ты уже на той стороне. Пошел червей кормить. Не ложись никогда. А как? А вот так вот откинься, подушку положи на стенку, на стуле-то. Ну, минут 15 днем, если в ночную смену работал. Я знаю это. Никогда не надо ложиться. И спи меньше. Я вот с ночной пришел к ночи и утром лежу. Думаю, да вечером не буду спать. Вечером в лягу буду спать. А мы всегда встаем одинаково. В 4.40. На молитву, чтобы доработать. Слово Божие почитать, помолиться. Мы по скайпу молимся, а люди подсоединяются. А человек, когда не молится, он дурит просто. Думает, я что-то могу. А что ты можешь-то? Где-то кольнуло, и уже язык выпал. Человек слабое создание. Он сильный, с Богом. Тогда он уверенно идет, он знает, куда идет, жертвует. Ему не страшны ни пытки, ни муки. Вот если у вас будет желание встретиться в скайпе, вы зарядите Игнатий Лапкин, вы меня сразу найдете. Я один с этой фамилией. Вопросы есть? Нет, помоги. Все, с Богом ухожу. Еще есть, пожалуйста, так. Ты в церковь-то ходишь, нет? Куда хожу? В церковь. В церковь ходишь? Вот эту книгу считала хоть когда-нибудь? А, Библия. В церковь не хожу, но я верующая. Ну, так давай. Мы с тобой тогда договоримся. В церковь ходить будем. Давай, показывай. И где у тебя Библия-то? Библии пока что нет. Нету? Ну, вот такое. Знаешь, какой праздник будет послезавтра? Какой? Пасха Христова. Да. Самый главный праздник. И как будем приветствовать друг друга? Какими словами? Привет, братик. Христос воскрес. А другие отвечают, воистину воскрес. А, точно. А вы церковник? Ну, мы верующие православные люди. Пришли в это. В это недоброе место, в эту рулетку пришли. А тут грязь и мразь. Безобразие. Да, я, короче, занимаюсь очищением. Я их всех баню. Мы людям считаем Евангелие, Псалтырь. Говорим о Боге, чтобы они задумались. Иначе они в аду будут гореть за эти дела. Да. Нельзя убивать, красть, улыбать и все. И воровать. Вот посты надо соблюдать. До Пасхи пост был 7 недель. Каждый день молитвы. Встал, помолился. Пошел на улицу перекрестись и скажи, отрекаясь от сатаны и всех делов, всех ангелов его. И не бойся никого. Только когда в школе бываешь, идешь никому, домой не заходи, ни в щу машину не садись. Потому что дети тебе... Мне Боженька помогает. Да, Господь помогает, да, правильно. Он везде помогает, когда человек честно, открыто идет. Да. И когда в него верят. Да. У нас большой видеоканал, можете его открыть, посмотреть. «Во свете Библии» называется. Хорошо, посмотрю. «Во свете Библии» Игнатия Лапкина. Четыре слова запомните. «Во свете Библии» Игнатия Лапкина. Это 15 тысяч роликов у нас. Ого, много. Да. Ну тогда, если вопросов никаких нету. Нет. Ну, с Богом оставайся. Спасибо вам тоже. Оставайтесь с Богом. Расскажи. И там еще до вас дяденька был смешан. Фокусник. Мы говорим о Боге, что послезавтра будет большой праздник. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше ничего? А у нас ничего не бывает. У нас полнота. В третьей книге Едер написано полным-полным, а пустым-пустое. А у нас как может быть пустое, когда у нас из рук не выходит вот эта книга? О, это святое. Да. Послезавтра будет самый торжественный праздник. Пасха. Пасха Христова. Я знаю. А можно вопрос вам? Давайте. А вы что забыли тут? Что делаем здесь? Да. А вот то, что мы узнали, что здесь делается, я уже 80 дней здесь нахожусь. Людям рассказать о Боге. Здесь всякие безобразия делаешь. Что за это будет? Что? Чтобы они молились. За то, что безобразие, что будет? Что за это будет? Не просто так. Они блудят тут, ругаются. Оттуда он накажет каждого. Да, господь будет. Есть божий суд на перстике разврата. Лермонтов писал на смерть Пушкина. Борода большая. А у вас какая она была, если не брили? Не, ну вы сколько не брили? Да, а вы-то зачем бриете? Зачем на женщину похожая? Не, у меня щетина есть. Да, это щетина не борода. Она вас не греет и не делает мужчиной. Ну а если девушке не нравится? Ну не нравится, значит, она не нужна такая. Зачем она, блудница, нужна? А если каждой девушке не нравится? Значит, все они блудницы. Богом прокляты будут. Какой ориентир нашел? А если тебе самому она не идет? Значит, ты на пресса родился. Если Бог тебя сотворил таким, а ты командуешь над Богом. Это мы его картина Божья. По образу своему Бог создал человека. А какая-то блудница мелькнула там, говорит, хвостом вихнула и уже упал в обморок. Она сказала. А ее мнение, это то, пискомара, жужжание жука, карканье вороны. Вот какие хорошие слова вы говорите. Это Ян Златоус говорит, это не мои слова. А вы откуда будете? А не откуда, я сижу на одном месте. Вчера был тут и сегодня. Вот я говорю, они все пьют. Блудный огонь заварился. Не, это лимонад. Да разницы нет. При людях нельзя ничего пить. Как вы не понимаете? А, если я хочу лимонада попить? Ну вы же с человеком разговариваете. Когда никого нет, останови на пейте и опять при людях-то зачем? Я вот веду, допустим, занятия в университете. У меня двухчасовая программа. Я ни разу, а мне 80 лет, ни разу, чтобы поставили стакан рядом. Да что я, дурак, что ли? А где вы преподаете? В университетах разных, город Барнаул. В пяти институтах сразу вел занятия. Во всех отделах милиции, воинских частях. А что, что, что преподаете? Да что такое преподаете? А география, мировое искусство и ответ на все вопросы, какие задают политика, экономика, социология, житейское, мусульманство, христианство, буддизм. То есть у меня очень широкий диапазон. У меня вышло в книг 38 томов книг. И мы их подарили... Вы написали 38 книг? Да, томов книг. Каждая книга 752 страницы. Вы зайдите на наш Ютуб. Ютуб, во свете Библии. Там 15 тысяч роликов. 15 тысяч роликов. У вас есть свой канал Ютуба? Да, называется во свете Библии. А кто его создал? Кто создал? Мое наполнение. Программисты помогали. Вот, отец, смотрите. Вот вы рассказываете мне за то, что нельзя, там, можно, нельзя. А интернет это хорошая штука или нет? А как повернешь? Обыкновенная пшеница. Пшеница. Вот я вас поймал. А что поймал-то? Ловить не надо. Нож лежит, хороший или плохой? Можно хлеб резать, а можно человека зарезать. Видишь, не можете. Три минуты прошло, опять пить надо. А я не попью. Э, нет. Вы никого не обманывайте. Я 56 лет работаю с людьми. Нет, подождите. Когда вы мне сказали, что нельзя перед человеком пить, я стакан держал перед вами и потом его убрал. Ну ничего, подожди, сейчас расстанемся, напьешься. Что ты такое? А покурить можно перед вами? А зачем? Ну, хочу. Мы с курящим даже не разговариваем никогда. Мы строим деревню православную. И у нас при выезде в деревню всюду висят афиши. Курить запрещается. Ну, мгновя слышь, да, ты... Спасибо.